Эти так называемые утечки именно по нашей вине происходят. Как можно? В то время, когда генеральный примар знает, а может и не знает, потому что он малокомпетентен, несмотря на то, что столько лет уже управляет примарией, что все эти утечки мы оплачиваем Тюрьмакову через тариф. И на каком основании нас собираются из-за того, что Тюрьмаком получали огромные зарплаты. Почти 50 миллионов счетная палата дала данные, что они распределили себе еще премию помимо этих больших зарплат. ШОС ТОРИФИЯ! ШОС ТОРИФИЯ! ШОС ТОРИФИЯ! ШОС ХОЧИ! ШОС ХОЧИ! ШОС ХОЧИ! В конце года прошлого к нам домой пришли такие счета, которые совершенно не соответствовали с нашими расчетами. Во-первых, у меня в конверте все счета за газ, за каждый месяц собранная плата. Во-вторых, у нас счетчик работает и проверялся. И тем не менее, три месяца мы говорили, доказывали, что мы не верблюдные, так грубо говоря. Три месяца потребовалось со всеми вот этими бумажками ходить, ходить. Они не хотели даже счетчик сначала проверять. Целый месяц взянули, не смотрели. В общем, ясно, что нас просто идут в ряд. И думают, кто попадется на удочку, хорошо. А нет, мы его потаскаем немножечко, но все-таки куда они денутся. Так что вот такие опыты нужно перенимать нам. Конверт, квитанции, счетчики. Вы фактически оплачиваете чужое тепло. Чужое тепло. Знаете, нас предало не только парламент и правительство. Нас предали наши соседи тоже. Потому что они ухитряются так платить. Пожалуйста, пусть они проверят всех автономщиков. 22 тысячи автономных квартир двухкомнатных и трехкомнатных. Если вы посчитаете по тысячу рублей в месяц, сколько получится? Сумасшедшие деньги. А если пять месяцев? Умопомрачительные суммы. А они фактически платят только 5 процентов. А должны платить 40, а то и больше процентов. Никто из них не посчитал, что это тепло берется от рядом стоящих квартир. То ли народ совсем уже слаб и немощен. То ли они не проинформированы. То ли они не получают этих фактур с лишнейшими цифрами. Я не могу. У меня нет ответа, почему люди не выходят. Пусть без нас, если не нравится организация Саугардарии. Пусть сами выйдут. Мы просто придем к ним, присоединимся. У меня нет ответа на этот вопрос. Всех приучили, что кто-то за них, кто-то за них должен жертвовать, кто-то за них должен бороться и в клюве приносить результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова